Всем привет, меня зовут Давид Беров, я первый человек, который заболел коронавирусом и выздоровел в России. С 14 по 28 февраля у меня был отпуск, и мы с друзьями, надо было 6 человек, поехали в Италию кататься на лыжах. Вот этот последний день, когда мы там ходили на шопинг, уже и в метро, и везде люди были в масках, почти все процентов 70, наверное, в метро спускаешься, все в масках и на улицах тоже. И да, в этот момент мы поняли, что, видимо, что-то происходит. Когда началась паника в Москве, я находилась уже в коммунарке, потому что я была тем самым вообще первопроходцем. Когда я попала в коммунарку, случаев заражения на всю Россию было около 20. То есть я была одна из первых. Я летела в Перу, а на пересадке в Барселоне у меня украли документы. Мне пришлось провести там 3 дня в аэропорту несколько раз, да, на протяжении длительного промежутка времени, где наиболее высокий риск заразиться. В гостинице, ужинала в ресторанах, вернулась назад в Москву. Я живу из Парижа, и откуда я прилетела в Москву. Я оставалась со своей бабушкой в Москве, и она пожилой человек. Ну, я приехал сюда, на дачу, к родителям. Одессе у меня родители отмечали 23 февраля, здесь было много родственников. Ну, я приехал, такой, все меня рады. Типа привез подарков, вина, сыр, пармезан, пожалуйста, гуляем, отлично все. Ну, у меня была легкая общая слабость, ну, это нормально. Это началось 23 февраля, когда мой брат прилетел из Италии. Мы с семьей встретились с ним. Все, кто с ним контактировал, впоследствии попали в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус. Через два дня я должен был пойти на тренировку в своей команде футбольной, за которую играю. И мне капитан команды написал, что так как ты был в отпуске на север Италии, как бы можешь анализы сдать, и если все нормально, то приходи, мы тебя ждем. Я, как бы, отнесся ответственно к этому, да, конечно, я схожу. Ну, на четвертые сутки у меня начался кашель. Я обратилась в Роспотребнадзор с вопросом, что мне делать, как мне действовать. Они настоятельно рекомендовали вызвать скорую. На следующий день утром ко мне приехала скорая, они меня осмотрели и сказали, что нужна госпитализация. Вот, собственно, так я попала в коммунабку. Началась эпохондрия, я начала думать, что я кашляю, что у меня поднялась температура, и что я болею, что я видела с огромным количеством людей. Я пришел в поликлинику, ну, я сказал, что я был в Италии, на севере, и я хочу провериться, сдать анализы на коронавирус. И они сразу вызвали скорую, и меня забрали в первую инфекционную больницу, и дальше уже все пошло, как пошло. Когда я приехала в больницу, меня госпитализировали, и мне сделали три анализа на коронавирус. Я жила в своей палате, из нее нельзя было выходить. Взяли третий анализ, прошла ночь. Вечером третьего дня ко мне приходит врач, сначала говорит, что у тебя отрицательный анализ третий, а потом заходит и такая говорит, слушай, походу делаю у тебя какие-то подозрительные анализы, мы тебя должны перевести в отдельный, типа, бокс. Мне пришел врач и сказал, что, Катя, так и так, у тебя положительный тест. Он сказал, ну, положительный и положительный, как будем лечиться? Ну, то есть, после этого мне назначили курс противовирусных препаратов, антибиотиков, ну, и как бы лечили и вылечили. У меня позитивный тест, то есть есть вирус. Сегодня мой восьмой день тут уже. Роспотребнадзор, звонки, с кем ты виделся, все, всех моих друзей, с кем мы болтали, срочно тоже забрали всех родственников. У меня маму отвозил в аэропорт за два дня до больницы, она улетела в Крымково, ему бабушки и дедушки до сих пор там. Вот. Ее там нашли, тоже положили в Феодосию в больницу, то есть моего отца, брата. Мне позвонили из больницы, сказали, что к вам приедет карета скорой помощи, зайдут санитары и возьмут у вас тест на коронавирус. При этом я понимал, что, скорее всего, нас заберут в больницу, потому что нам забрали моего отца, дядю, тетю, двоюродную сестру. Я даже не знаю, я совершенно спокойно на самом деле лежала, хотя кто-то там прилетел из Куршавеля, кто-то прилетел еще откуда, люди еще не понимают вообще, что происходит, куда они попали, и у них там начинается возмущение. А меня сегодня покормили на полчаса позже, а я вообще не понимаю, меня не имели права там на 14 дней сюда класть. Какие-то вообще такие совершенно неадекватные в сложившихся условиях выдвигают ряд требований. Нас на самом деле очень хорошо кормили, там, наверное, семиразовое питание я даже не считала. Самыми любимыми стали яблочные чипсы, которые приносят. Это такой продукт, который в обычной жизни, наверное, вообще никто из нас ни разу не ел. Моя еда, я делала мемы даже с сестру Лавини. У меня положительный результат. В принципе, там никакой паники не было, потому что я знал статистику и знал, что для молодого организма коронавирус не так страшен. Ну, я себя именно физически хорошо чувствовал. Мы там просыпались утром в палате, отжимались, что-то, смеялись. Состояние нормальное, температуры у нас на второй день не было. У меня один раз только 37 было температура, а все остальные, там, 11 дней, которые я провел, у меня вообще не было температуры. Поэтому, ну, вот, как я сейчас себя чувствую, так же я там себя чувствовал. Абсолютно нормально. Очень много лежит ребят, которые абсолютно бессимптомные. То есть они положительные, но симптомов нет совершенно никаких. Тяжелых на тот момент в коммунарке было не очень много. Я перенес эту болезнь в очень легкой степени, но также я мог видеть пациентов, которые в более тяжелом состоянии. Ну, когда я сюда поступила, мне как-то сразу накрыло, мне стало не очень. У меня поднялась температура 38,5, был очень сильный кашель. В третихах мне стало лучше, но все равно у меня просто очень сильная слабость. Я постоянно сплю. И только буквально недавно я начала хоть как-то там есть 3 раза в день хоть что-то. Все отлично было. Врачи очень добрые, такие внимательные и такие заботливые. Все вообще было круто, и они как бы очень сопереживали мне, шутили. Единственное, что, конечно, паника в глазах через химзащитные очки у врачей, она, конечно, немножко ощущалась. То есть, ну, им тяжело. Они работают по несколько смен подряд, практически без отдыха. Врачи работают на передовой, они работают на износ. У нас есть чат в Телеграме, и мы там общаемся. Мы обсуждаем, там, от того, что было сегодня на обед, понравилось или нет, принесли ли уже булочки на второй завтрак, до каких-то там вещей, связанных, как у кого протекает болезнь, кому что-то назначили, у кого что болеет, есть ли кому-то что-то нужное. Есть уже люди, которые вышли из больницы, но они продолжают помогать, что очень приятно. Ну, я не видел больных. Это все выдумка корпорации для того, чтобы все... И ребята в чате списались и говорят, «Слушайте, а у меня знакомые вообще никто не верит в серьезность происходящего». Все мои друзья, знакомые, родственники вообще считают, что это или там какой-то политический заговор, или, ну, то есть никто не верит в серьезность того, что происходит. Давайте мы снимем какой-то ролик социальный, ну, какое-то видеообращение, да, чтобы нам поверили из первых уст. Посылом «Все на карантин». Привет, человек. Найди пять минут и послушай меня, пожалуйста. Я сейчас лежу в больнице с подозрением на коронавирус. И меня все время спрашивают. Как ты? Как у тебя дела? Как тебе там лежит? Чем больше заражен... Я прям первая выложила этот ролик в соцсети. И посыпался, конечно, изначально я была в шоке. Посыпался просто действительно шквал неадекватных комментариев. То есть люди писали, туда собрали всех блогеров, вам заплатили. Я не верил и до сих пор не верю. И как бы приехал из Италии и просто... Не знал, как себя вести в этих ситуациях. Вообще, ну, как вообще нужно правильно какую позицию занимать. Что делать, что говорить, кому отвечать на звонки, кому не отвечать. Потому что там звонки, они шли просто каждые две минуты, кто-то звонил. Я вообще не говорю про всяких там школьников, которые в соцсетях, в контактах писали всякие тупые, смешные слова, угрозы. Эти серии там, выйдешь, мы сожжем твою дачу и дом. Ты привез вирус в Россию, типа, твоей семье хана и так далее. Но я не обращал это внимания, потому что это школьники. Но спасибо моему брату. Он как бы журналист, он знает, как правильно или неправильно. Он был на связи всегда. Теперь Давид довольно известный человек. Это, наверное, самое неприятное во всей истории. Наверное. Я провела в больнице две недели. Ну, определенный просто этап в жизни. Да, я переболела, да, сейчас это очень актуальная тема. Меня взяли на 12-й день анализ. И я, конечно, с нетерпением ждала его результата. И когда зашел врач и сказал, что... Катя, у вас анализ отрицательный. Конечно, у меня какое-то чувство облегчения, спокойствия и слезы были в глазах. Ну, то есть, я очень рада была этому. Да, я вылечилась от коронавируса. Я провела в больницу 11 дней. Мне сделали еще два теста, они оказались тоже отрицательными. Там были два парня. Мы, в принципе, ровесники были. Они там на несколько лет младше меня. И когда она зашла, сказала, что... Слушай, Беров, у тебя положительный анализ. И они такие... Они лежали рядом, у нас койки рядом. И они такие, знаешь, собирают вещи. Сразу быстро на дальние койки. И типа, ай, больше не здоровьтесь со мной, все такое. Потом она заходит и такая говорит, мы ошиблись, у тебя отрицательный тест. И я такой, обратно не переезжайте, я с вами больше не разговариваю. Существует такой некий барьер. Комплекс, что ты болеешь. Люди этого стесняются и боятся даже своим близким сказать, что да, мы болеем, я нахожусь в больнице. Вот это непонимание и незнание, что это и как, и как это будет, оно порождает вот эту вот панику у людей. А паника сейчас не нужна. Не нужно паниковать, это мой самый главный. То есть вот я никогда не паниковала в течение этого момента, всего этого периода, а я в нем уже считать достаточно долго. Главное соблюдать какие-то элементарные инструкции. Главное, чтобы не было поздно. Главное, чтобы не было так, как это случилось в Испании, как это случилось в Италии, когда они до последнего дня ходили к друг другу в гости. Начиналось все точно так же. Когда в Италии объявили нерабочие, неучебные первые недели, люди просто ринулись на побережье. Они поехали на море, они стали заниматься спортом в общественных местах. Они, к сожалению, поняли это поздно. Главное, чтобы мы не повторили их ошибки и всерьез отнеслись к этому сейчас, пока еще действительно не поздно. Официальных данных о том, сколько человек, игнорировали правила самоизоляции, нет. Карантин – это самая необходимая мера. Люди должны оставаться дома. Это спасет многие жизни. Не совершать идиотизмов всяких. Если тебя просят врачи, звонят тебе из больницы и говорят, давайте мы возьмем у вас тест, самое идиотское будет отказаться от этого и как-то этому препятствовать. Поэтому у меня вообще не было никаких страхов, ничего. Ну, окей, конечно. Почему нет? Это нормально. Мыть руки, сидеть дома, оставаться на карантине, выходить только в крайних случаях. И мы обязательно справимся. Такой маленький, короткий срок – 14-15 дней, даже если это будет месяц. Но если мы все вместе соберемся и сделаем вот это вот лежание на диване дома, чтобы превратить ситуацию, то тогда мы сможем быстрее бороться вирус, остаться здоровыми, остаться вместе со своими близкими людьми. Чем быстрее все люди начнут это делать, тем быстрее мы все вместе это поборем и вернемся к нормальной, хорошей жизни. Раздает воротчик, конечно, топовый. Ваше ощущение – выход на поле? Буквально через пару дней после того, как нас отпустили, был футбольный матч в любительской футбольной лиге. Мы проигрывали, мы проигрывали. Тренер решил выпустить Давида, по сути, на фарт. И фарт случился, Давид забил. Мы в итоге выиграли очень-очень для нас важный матч. Все очень радовались. Давид праздновал, у него теперь, наверное, есть фирменный жест – корона. Красавчик, красавчик. Было смешно и классно. Поехали. ПОДПИШИСЬ! Всем привет! Поехали. Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...